Привет, мой друг, меня зовут Давыденко Олег, и сегодня я вам расскажу про негативный отзыв, который я недавно получил. Я продал Oculus Rift DK1 в США, человек у меня купил, и я его отправил. Сама посылка весила больше 3 килограмм, и я принял решение, что буду отправлять наземным транспортом. Я рассчитывал на то, что посылка должна прийти в районе 50 дней, и думаю, что человек подождет. Прошел где-то месяц, человек просит меня узнать, где посылка. Я ему написал, вам не стоит волноваться, скоро она будет у вас. Прошло около месяца на тот момент. Прошло несколько дней, человек открывает спор, и мои деньги блокируются. Он пишет, что посылка не получена, и ждет дальнейших действий от меня, от eBay. Я ему написал, что вы готовы подождать, она в ближайшие дни, ну, в ближайшую неделю будет с вами. Он написал, что да, я могу подождать, ничего страшного. Проходит несколько дней, и eBay принимает решение перевести деньги человеку обратно. И человек, и eBay возвращает человеку полностью всю сумму за окулу, за доставку. Там было 250 долларов. Общая сумма, и она ему полностью возвращается. После чего я пишу человеку, что вам вернули деньги. Я могу рассчитывать на то, что вы, когда получите посылку, со мной рассчитаетесь, вернете мне обратно деньги. Он написал, что да, я могу подождать еще немножко. И верну вам деньги, как бы не переживайте за это. Проходит несколько дней, буквально оно около 3-4 дней, и человек мне оставляет негативный отзыв. И пишет в комментарии, что, скорее всего, посылка не была отправлена. Я совнимаюсь в этой сделке, и как бы оставляет мне негативный отзыв по этому поводу. То есть, уже ему вернулись полностью деньги, и он мне оставляет негативный отзыв. Моя посылка шла через Калининград. То есть, с Калининграда было отправление. Она где-то около 7 дней шла по России и вышла с Калининграда. И eBay тоже написал, что вы не можете подтвердить, что она там в пути и так далее. Поэтому мы будем вынуждены вернуть эти деньги. Я написал человеку, что почему вы оставили негативный отзыв. И тут же я зашел отслеживать эту посылку и увидел, что эта посылка уже в США. И я понимаю, что уже в ближайшие дни она будет с ним. Прошло в общей сложности вот это все вместе около 45 дней. Ну, как бы не такой уж громадный срок, если он там рассчитывал на 30 дней. На 35, то там 10 дней для него, получилось, сыграло большую роль. Я ему написал, почему вы мне оставили негативный отзыв. Самолет. Так, военный самолет пролетел. И сейчас будет лучше. Я ему написал, почему вы мне оставили негативный отзыв. И я сказал, что вы будете получать эту посылку или нет. Он мне написал, что мне эта посылка уже не нужна. Я вообще покупал около своему сыну. Мы устали так долго ждать, сколько можно. И мне она не нужна. Я ему написал, что ну ладно, хорошо, вам посылка не нужна. Я заостряю внимание, что прошу вас, я несколько раз это писал, что прошу вас не забирать посылку. Пускай она мне вернется обратно, потому что я знаю, она там месяц пролежит и должна возвращаться посылка обратно. Ну, человек мне никак ничего не написал на эту просьбу. Я, ну, я два или три раза ему писал об этом. После чего он мне пишет, ну, так получилось, так исторически сложилось. Я как бы не хотел, но посылочку я забрал. Я говорю, как забрал? Вы же написали, что она вам не нужна. Ну, так получилось, я как бы не планировал, ну, я ее забрал. Я говорю, ну, понятно. Говорю, как будем дальше решать? Получается, что я получил негативный отзыв. Я вернул все деньги, еще заплатил свои сверху деньги, ну, получается, за которые я отправил эту посылку. И потерял предмет, да, потерял предмет, получил отзыв и еще столько гемора. И написал, что мы будем делать дальше. Говорю, как бы вы с деньгами, с предметом, мы писали, что он вам не нужен. После чего я ему написал, что будем делать. Он написал, я его буду возвращать обратно. Мы устали так долго ждать, уже моему сыну он, типа, не нужен. Я говорю, ну, ладно, возвращайте обратно. Скинул ему адрес. И смотрю, через несколько дней он мне скидывает трек и говорит, я тебе его отправил. Я говорю, ну, хорошо, хорошо, что отправил. Спасибо, не спасибо, тут трудно сказать, что я должен сказать. Но, тем не менее, отправил. Ну, и на том спасибо, да. И после чего я ему написал, как мы будем действовать с негативным отзывом. Он пока мне ничего не ответил. Поэтому посоветуйте мне. Но я думаю, на eBay написать, как бы, что я остался пока без денег, без товара. Еще неизвестно, что там придет. Один раз мне уже человек возвращал с Америки гармошку. Я ему отправил целую. Он мне прислал разобранную. И забрал, соответственно, тоже деньги обратно. Прислал мне там, что-то он там подкручивал. Что-то мне хотел доказать, показать в этой гармошке. И неизвестно еще, в каком состоянии придет мой Oculus. Я знаю, в каком состоянии я его отправлял. Ну, посмотрим, когда я его получу. Ну, такое получилось примерно дело. Получилось такое примерно дело, как бы. Долго, да, как бы оно затянулось у меня. И я получил и негативный отзыв, да, и получил, ну, потратил свои деньги и потерял товар. Ну, может, еще не потерял, может, товар еще вернется. Это еще, видите, человек более-менее, можно сказать, да, нормальный попался, который, ну, взял и вернул деньги. Он, по сути, возвращает за свои деньги мне эту посылку. Хотя он мог сказать, давай мне еще там 50-70 долларов, 80, я тебе буду тогда отправлять ее обратно, да. Ну, мне больше не понравилось не то, что... То, что он ее получил. Я ему писал, и он знал, что не надо ее получать. И он все равно ее получил, написал, так получилось. Потому что он хотел посмотреть, что же там лежит. Попробовать, поэкспериментировать с этими очками. Ну, и потом уже понять, что они ему не нужны. И теперь я ему буду делать запрос, чтобы он пересматривал. Потому что в негативном отзыве, в негативном отзыве он написал, что предмет не получен. Поэтому я его ставлю. И, скорее всего, что человек мне его не отправил. А на самом деле... Опять самолет. Я тут хожу рядом с военным аэродромом. Поэтому много военных летает самолетов. Ну, теперь я буду ждать свой Oculus обратно. В надежде, что скоро он мне придет. И буду рассчитывать на то, что... Я как-нибудь решу этот вопрос. Если, конечно, там люди адекватные на eBay сидят. Которые поймут, что негативный отзыв, по сути... Ну... Ни за что был получен. Да, посылка, может, пришла там на 10 дней позже, чем он рассчитывал. Но это... Не из-за этого ставить негативный отзыв, да. Я понимаю, если там... Я его кинул, там, да. Или что-то там прислал кирпич. Или там специально что-то поломанное отправил. И не выхожу на связь, да. Я как бы... Ему говорю, просто подожди несколько дней. Как бы... Никто тебя не кидает. Просто чуть подожди, и все будет. Ну, он мне с горяча поставил негативный отзыв. Но его можно пересмотреть, конечно. Он его может пересмотреть. И eBay может пересмотреть. Поэтому, ну, я буду стараться, чтобы... Ну, этот негативный отзыв убрать. Он мне 100 лет не нужен. Так что такие вот, ребята, дела. Ну, прокомментируйте эту ситуацию. Я там не говорю, что там... Как бы я на все 100% прав, да. Ну, я рассказываю именно ту ситуацию, которая у меня сложилась, да. Понятно, что если бы я там отправил ее ЕМС, она там пришла бы там за 2 недели. Может быть, по-другому все сложилось. Но я считаю, что человек себе покупает и рассчитывает там на 30-35 дней. А пришло она, по сути, там еще, в принципе, до 50 дней там она пришла. 45 или 48 дней, в общем, в Словостве. В Америке она уже была на 43-й, на 45-й день. Как бы, ну, я не считаю, что это прям такая затяжная очень посылка. Были случаи намного сложнее. Но, тем не менее, человек, потому что уже не очень-то его и хотел, поэтому он и не хотел его ждать. Поэтому он так легко его возвращает, потому что, ну, просто ему вещь не нужна. Бывает, люди только закажут, уже через час пишут, ой, мне она не нужна, нафиг я ее купил. Так что такие вот, ребята, дела. Просто будут задавать. И до новых встреч, пока. Субтитры сделал DimaTorzok